У нас есть друзья, которые книжки издают, и они мне сказали, давай мы тебя туда поместим. Я думаю, что я буду писать прозой-то? Напишу в стихах. Потом профессии длинный ряд. Монтер, механик, инженер, дам юных, коллекционер. Я поступил в институт заочно, работал монтером связи на химкомбинате. Закончил институт и попал по распределению на волну. Стал внедрять телевизионную технику. Там я стал этим бедным советским инженером. Семья появилась. Надо было зарабатывать деньги. Главный конструктор мне предложил должность начальника небольшого конструкторского бюро с хорошим окладом, с хорошей премией. Сначала я занимался действительно внедрением. Я координировал выпуск новой совершенно техники для Олимпиады. И вот все это, вот, этих камер. Ездил с главным конструктором на закрытые выставки. Там мы, значит, в этих, в министерских участвовал в каких-то этих, значит, разборках там по поводу выпуска этих камер. С 73-го по 79-й год на волне. Шесть лет я проработал. Ну, у нас была квартира, у меня было двое детей, брат там младший жил, мама с папой. У нас было 42,3 метра на всех, на всю эту Араву, на семь человек. Поделите 42,3 на семь. Получается шесть целых, и после запятой 0,4. По советским нормам, меньше шести метров, вы должны, имеете право встать на очередь. На волне было 840 человек в очереди. Меня на эту очередь не ставили. Я бросил, значит, пошел и подал заявление на увольнение. Все, ушел в никуда. Меня оформляют мастером в ПМК. Сидел я в обкоме комсомол, в кабинете, при телефоне. Команды раздавал по всему, по всей области. Это назывался областной штаб комсомольских ударных строек мелиорации сельского строительства. Освобожденный член. Там сидел мой друг Орлов со соседним столом. Напротив сидел Боря Федоренко, но тот был номенклатурой. И мы дулись в шахматы. Там была библиотека. Все книги там находились в ДСП для служебного пользования. Я ходил, их читал. Это были статсправочники Советского Союза. За десятилетия, за год. Огромное количество. Они все были не разрезаны. Никто их никогда не смотрел и не читал. А я разрезал и строил графики. Куда идет Советский Союз. К 2000 году все графики переходили нулевую черту и падали вниз. Производство зерна, производство колготок, производство турбин высокого давления. Все, что угодно. И все графики шли вниз. Вертикальное планирование всего и вся, начиная от иголки и кончая космическими полетами, приводит к тому, что вы обязательно ошибетесь. И обязательно это приведет к огромному количеству потерь, которые в конце концов развалят систему. Тут иду на работу, на встречу идет человек с погонами, говорит, фу, здорово, как дела? Давай к нам. Сейчас Андропов пришел к власти. У нас набор идет в органы. Я формировал подготовку в высших и средних специальных учебных заведениях для нашего областного управления внутренних дел. В Новгороде было 8 спецкомендатур. Вы представляете, что это такое? 8 спецкомендатур на город 250 тысяч населения. Две зоны в городе было. Двойка и семерка. В которой сидело где-то порядка 2000 человек. Значит, а в каждой спецкомендатуре от 200 до 600 человек. Спецкомендатура – это те, кто или условно освобожденные, или условно осужденные. Вся стройка держалась на этом. Вот этот химкомбинат построен, значит, двумя батальонами стройбат и спецкомендатуры. Любая стройка, вот тот же сплав, химия, везде работали эти условно осужденные, условно освобожденные. Плюс к тому еще некоторые объекты, вот как эти самые, вот эта вот закрытая зона специально была построена для того, чтобы домостроительный комбинат в Панковке. Там работали только заключенные. В 89-й год это уже было, начался полный развал. Самые первые эти малые предприятия были созданы под эгидой Абалкова в научно-технической творчеству молодежи. Такое объединение было в Советском Союзе. Я тут же сразу же к Орлову пришел здесь, в этот самый НТТМ. Значит, там эта контора такая, ну я быстренько понял, к чему там привязывать. Значит, и мы с ним сбежали через полгода из этого НТТМ, уволились и создали свою фирму. Начитавшись все такие литературы, значит, различные там, типа Ли Якоке, это карьера менеджера, придумал, значит, что нам нужно новое общество создать, мы создали это общество. Потом, значит, началась приватизация заводов. Мы привлекли в фирму, это самую питерскую фирму для того, чтобы планету приватизировать. Они приватизировали эту планету, и меня туда назначили директором. Я сказал, что на один год, ну и, соответственно, значит, что я согласен, один год проработал там полтора года. Жуткие времена были. Вся экономика этого завода держалась на одном транзисторе, на одном. В каждом телевизоре советском система, которая непосредственно принимает сигнал, построена на двух транзисторах, очень дорогих. Он разработки был, этот транзистор, начало 60-х годов. В 30 лет этот завод выпускал одно и то же. Все остальные номенклатуры, микросхемы, значит, военные приборы, там эти СВЧ-приборы, там, значит, эти самые... Ну, еще там они пытались, сам завод пытался еще эти светодиоды выпускать потом, чтобы увеличить объем непосредственно кэша денег. И вот это все обвалилось одноразово. Никаких этих телевизоров, они абсолютно никому не нужны были к 90-м годам. Почему телевизоры прекратили свое существование советские? Потому что они были по качеству несопоставимо ниже, чем все остальное. И вот эта массовая технология, технологии массового производства требует огромного количества инвестиций, которых в стране не было и никогда, и сейчас их нет. Для того, чтобы создать альтернативу по огромному количеству направлений. 95-й. Меня назначили на должность начальника отдела промышленной политики нашего города. В администрации я продержался недолго там, значит, ну, в это время так судьба свела меня с большим количеством директоров всяких разных. Все не платили налоги, я пытался их выбить из народа, из разных предприятий, ну, промышленных и непромышленных, типа там, водоканал, там, или там, теплоэнерго, или электрические сети, вот эти все. Вот, в конце концов, там, значит, в этот список попал Шульман со своим сплавом. У них неуплаченные налоги были какие-то за полгода. Специально неуплаченные, потому что он прекрасно понимал, что смысла нет платить налоги, когда непосредственно все валится, курс падает все время. Что платить сейчас, когда через полгода, через год заплатишь, даже пени эти все, они будут несопоставимо меньше, чем сегодняшняя уплата наличных. Денег не было совсем, были только одни зачеты и всякие вроде. И вот, значит, этот самый, я его вызываю на ковер, он приезжает, я как начальник его начинаю воспитывать. Он говорит, у меня есть предложение, у сплава все время атомные станции в этих самых клиентах ходят. И, значит, соответственно, электричество там какую-то цену имеет. Ну и вот мы эту схему с ним тут же немедленно реализовали, после этого стали, значит, быстренько это самое, находить общий язык, я стал ездить на сплав. Он мне показывал, там завод, все новое, у него там динамика такая, все эти бегают, там крутится все, предприятие на дрожжах растет. Я посмотрел, он говорит, ну как тебе? Я говорю, у тебя все здорово на высшем уровне, организовано. У тебя, говорю, не хватает только внешнеэкономической деятельности, тебе надо на мировой рынок выходить. Он говорит, а как это? Я говорю, ну, попробуй. Он говорит, так у меня и никто в этом деле, никто ничего не понимает. Я говорю, есть такой человек один? Он говорит, кто это? Я говорю, я. Говорит, чего? Я говорю, у тебя зама нет по внешнеэкономической деятельности? Надо, говорю, должность вести такую? Я говорю, уже. Он говорит, хорошо, с завтрашнего дня ты у нас работаешь. И ввиду того, что уже был некоторый опыт, слава богу, за уже 6 лет кручения в этом рынке, да, в малом предприятии, на планете, значит, эти самые поездки по заграницам, все-таки я ездил. В Швецию пытались там что-то продавать, в Англию продавать пытались, в Корее там хотели совместный бизнес организовывать. Количество перерастает в качество. Для данного предприятия у него есть база вся, ничего не надо развивать, надо только, значит, правильно организовать процессы, о которых вообще никто ничего даже думать не может, потому что это закрытое предприятие, оно все время работало только для атомных станций и для войны. Никакой экспорт вообще, в принципе, не предназначен. Его, а у него в голове этот экспорт без меня сидел, ему нужен был такой человек. И были там еще на заводе несколько человек, которые так же мыслили, которые, так сказать, ну, потом мы все это дело, значит, кооперировались. Я никакой не семипядей во лбу, просто-напросто, значит, надо какую-то, знаете, это, чтобы почва образовалась, что ли, на которой что-то расти начинает. И реально сейчас потом сплав очень сильно развил эту международную деятельность. Потом он погиб в пятницу. Мы проводили с ним переговоры по инвестициям Европейского банка. У нас сидело у него в кабинете четыре банкира. Двое из Англии, один из Питера и переводчик еще. А в понедельник утром я прихожу, прибегает главный инженер и орет, благим матом Шульмана убили. Я уехал в командировку на 10 лет. Я каждый день, каждую неделю садился в поезд, в Сапсан, ехал в Москву. Фирма мне оплачивала командировочные, оплачивала жилье, питание, все расходы представительские. И хорошую зарплату установила, не ниже, чем здесь я был этим генеральным директором. И предоставили полную свободу действия в ядерной энергетике. Ну и там было целая куча проектов, всяких разных. Увы, но путь Творца конечен. Покинув атомный проект, я трудовой закончил бег. Однако к цели, что несет сквозь топи гиблые болот, сквозь бурелом и в дождь и в снег, мы не закончим вечный бег. На сём слуга покорный ИК, М-70, но не старик.